всем добрый спонскутер семья уже в сборе la familia la familia семья положу поела еще я себе сделала овсяную кашку и на десерт у меня такой аппетитный пончик все всем приятнейшего аппетита а вот она я здесь солнышко буквально до двух часов в этой комнате я уже думаю надо быстренько поснимать пол первого пришла красота мои любимые каллы я вчера 12 ночи загрузила видео с программы выгружалась смонтировала видео не только смонтировала видео и потом пошла мыть посуду и обрезала текалы мои прекрасные поставила себя на туалетный столик думаю проснусь и чтоб радовали мой глаз я такая красавица который без макияжа немножко у меня такой помятый вид ну ладно может быть пишите в комментариях конечно когда сделан макияж женщина не скажу более красиво более четко выглядит я это так назвала хотела показать вам цены вчера смотрел мое видео что мне не рассказала по ценам вот заправила свою кроватку вот я же порадую также вас глаз ваш глаз зеленью за окном моим прекрасным деревом нашим двориком испанским такой сегодня как и так тоже переменная облачность может градусов 20 19 моя прекрасная орхидея так и не цветет ожила кто со мной хотя бы слетно помните я очень не загубила уже появились новые эти корни вот она меч не не сгнила металла кстати надо можете попоить я еще спою раз две недели ставлю в тазик уже появились новые листочки 2 штучки надеюсь что вот сейчас на весну она мне выпустит эту стрелу с цветком потому что уже два года не цветет моя любимая орхидейка заправила кроватку мой прикроватный столик сейчас покажу время 12 33 я когда что дело одеваете тапки а если просто сижу то надеваю вот эти тапки дальше ты рассказать два слова на сейчас покажу эти покупочки сколько стоит хотела показать вот и заодно хотела подружки снять то что мне подарила сертификат на день рождения что я купил вот юбка стоила 30 евро 30 евро мне ее в чеке кстати где чек по моему за 20 продали то есть со вчерашнего дня еще скидки упали до этого были наверно может там 30 процентов а сейчас уже там где-то и 40 и 50 процентов то по моему 20 евро мне пробили а вот чек вот за все за все я заплатила 40 евро получается да да 40 евро 40 45 так вот юбка мне посчитали ну вот 19 с 9 20 евро то есть еще 3 евро отсюда так кофточка вот это не разложила сейчас разложу все красиво разложила еще раз юбку поснимаю которыми стоило 20 евро кофточка кофточка это стоило 26 практически на скидках 18 тут уже ничего не скидывали и это кофточка вот на это было 50 процентов скидка стоило 20 евро за 10 отдали потому что наверно один размер хотя это тоже один размер оставался но не скинули еще больше а здесь скидки вот такие мои покупочки а я хотела показать этот ремень вот я вам говорила что я покупала каменезону вот этому что я похудела я его покупала летом я весила наверно 74 73 килограмм это тоже кстати манга уважаю мангу мне пол гардероба из манга теперь вот такой вот комбинезончик к нему купила ремешок ремешок и такой золотой я думаю подойдет как-нибудь обязательно примере сейчас мне не хочется потому что мне в талии свободный так подвисает и будет вот так круче вот так будет открываться прикольно да пишите в комментариях в каком кажется красиво не красиво и стоил всего лишь 10 евро вот покупала магазине сфера это тоже такой какой-то испанский бренд там такая хорошая дешевая модная одежда продается и манга мне еще подарила сеть манга это подарили надеждения мне 5 евро так как я состою в клубе давняя дисконтная карточка и я покупала на black friday сумку пола куртку платье сумку куртку и платье вернула сумка ставила вот с этой сумки мне еще 2 евро вычислили так получилось что мне 5 евро было надеждение 2 евро этот скидка кручит это кофта без кофта белая не получилось бесплатно чтобы понимали 10 евро так 7 евро мне подарила манга ну еще мне был подарочный сертификат в итоге я за свои деньги только 15 евро доплатила какая хорошая экономная жена надо обязательно прогулять этот наряд муж смеется ты так поедешь в прагу в юбке короткой сейчас мне дилемма так не хочет на 3 дня покупать зимнюю одежду я вчера подружки попросила может у нее есть тут такое ну то что она уж стоит годами никто не носит редко кто-то из нас кто-то выезжает да там зимние страны а зимой здесь предостаточно обычной осенней куртки так что поспрашиваю по родственникам у кого что есть это мне на 3 дня ну наверно максимум на 5 дней полетим что-то такое что-то такое зимнее кто меня сценарий посмотрит какой зимний вещь и вы их не носите куртка там какие-то там уги может быть я смотрела в праймарке страшно одевать такое а что более красиво 40 евро уже стоит и тоже по что-то на один раз надеть ну возможно мы в следующем году тоже куда-то прийти беларусь например круче надо подумать и сейчас пока стиралась у меня стиралка видны маякалы или нет вообще вчера на сумме грядущей я включила прямой эфир в записи моей любимой зимы шамаян инстаграме где она рассказывала про игры и про конкуренцию то есть наподобие я проходила психологический курс что всех у нас есть жизненные сценарии они берутся из нашей семьи да кто-то у меня смотрел психолог смотрит как это называется когнитивная психология да и говорит что мама здесь ни при чем что маму и папу не дать на проработать мы точно в этом уверены все наши проблемы с детства все наши проблемы из нашей первой семьи где мы берем наши жизненные сценарии где мы берем модель семьи вот я часто вижу на себе четко прослеживается мои два брака взятые из моей первой семьи все и сейчас я активно пытаюсь перестроиться на другие рельсы и как говорится создавать свой новый жизненный сценарий своей жизни как писала карина что я хочу жить как я хочу и не хочу жить по этим установкам которые метам голове заложены с детства я сейчас пытаюсь это все сломать переломать и жить так как хочется именно лично лично именно мне не вам даже которые там вот пишут где работать иди то иди сё то есть не обществу а вот именно мне как хочется мне любимой и так же сама должны жить вы как хотите именно вы не там не дядя сказал не мама сквала не папа сказал именно хотите делать это вы так вот я посмотрела сделала выводы было очень интересно иду загружать видео на канал без 20 час надеюсь успею и в час выйдет видео побежала смотрю свой влог ему пола не знала где сесть сюда местилась на подоконник и в итоге села сюда найти на карту на тиши сделать приколист она любит вот так это сверху сесть на книжки на журналы ты любишь вот так сверху посидеть да я смотрю свой влог так она мне перебрать гардероб сейчас похолодало у нас на месяца полтора точно майки то еще оставлю а платье уберу платье я уже точно сейчас не буду иногда повесить свои эти свитера кофты чтоб я их видела и могла носить это у меня здесь одно лето висит видите и еще зина шамаян в этом эфире рассказывала зайдите в инстаграм много полезной информации ну как бы об этом уже давно говорят врачи что наши все эти обиды ненависть злость стресс приводит к болезням самой страшной болезни конечно же рак да и мы зачастую не даем себе в этом отчетном кажется понервничал ай попсиховал ай там обиделся да я щас активно над этим работаю именно в этот момент меня позвал муж принести ему полотенце душ вот как тут не злиться вот как тут не обижаться вот как тут для этого доме проживать эмоции я еще не научилась делать учусь вот у психотерапевта брала консультацию то есть психологи разные психотерапевты тоже у них каждого своей специализации как там вот терапевт лор хирург да так и среди них тоже целая куча разнообразия специалистов так вот в этой закрытой группе вот я только побыла три недели он лучше проживать эмоции то есть чувствовать что ты почувствовал дождь обиду я вот из-за своей этой прокрастинации никак не дойдет даже видео это посмотреть там что-то кусок посмотрю там что кусок посмотрю а вот если посмотреть видео проживание эмоций вот никак вот мозг говорит а чем тебе это надо да вот обесценивает получается эти знания но я с вами делюсь делюсь полезной информацией что надо уметь проживать эмоции когда научусь их проживать будут с вами тоже этим делиться как я уже говорила не раз что работа над собой это не один день к стену поснимать сюда снимаюсь то весь рост свою пижаму вот так и другие же свои домашние пижамки штанишки свободненькие ничего не здесь не переживает куточка красавица и вот такие эти топотульки теплые все показалось сейчас пойдем на кухню готовить вкусный обед пока готовила вкусный обед слушала мою любимую зиму 2 прямой эфир еще это был первый я не в том порядке начала смотреть про роли еще раз говорю да все мы играем роли и зачастую принимаем из нашей семьи или же какая-то идет проекция из детства это боже может быть даже и не отец это может быть какой-то как-то нас назвали не вспомню слова но тот взрослый авторитет который играет роль авторитет это может быть дядя тетя бабушка дедушка и то есть если у вас какая-то проблема с этим взрослым случается соответственно потом вы эту роль проигрывать или если вы например как она говорит я была старшая сестра я всю жизнь вот не всю жизнь вот пока она не поняла даже я и учитель сказал в университете что она играет роль старшей сестры ей вот не нравилось вот эти там младшие братья сестры и она как бы люди хотели с ней знакомиться дружить и она не хотела очень много интересных инсайтов много интересных моментов я тоже анализировала себя ну я знаю из другого курса что у меня в 18 лет включился сценарий родителя то есть мама моя пила я в 18 лет включила роль родителя ответственного родителя взрослого да и взвалила на себя вот девочка хрупкая ответственность за жизнь моей мамы и моей семьи и моей дочери ну короче все всех и вся это я тянула до 35 лет на себе пока не поняла что я хожу по кругу что меньше не получается с мужчинами вот с мужчинами тоже у меня проекция отца но были у меня разные мужчины поэтому я хочу подумать как и чё но из другого курса я тоже говорили что у меня был страх отношений то есть если у меня получиться не было нормальной семьи нежели счастлива да естественно я не боялась вообще как она говорит кто такой мужчина с чем его и делать что с ним делать да и все вот это поэтому какие-то такие у меня скомканные представления о браке скомканные представления о мужчине внутренний страх этого брака внутренний страх этого мужчины поэтому да сейчас в этом браке грубо говоря я как в школе делаю работу над ошибками анализирую себя свое поведение свои страхи свои сценарии свои проекции и короче да пытаюсь строить наш брак а муж слава богу ко мне прислушивается да я приготовил обе час покажу что я приготовила смотрите приготовила а-ля плов такой давно не готовила отварила рис попассировала тут у меня грудка было мясо мало и обычно грудки 2 плоду тут у меня одна одна грудка лук морковка вот такая вкуснота нам на два дня всем будем кушать всем приятного аппетита так ну что красавица готова на выход на выезд делал свою пачку м размер м в с не помещается но я на живот сделала макияж такой какой-то очень сильный да взяла куртку всего на всякий случай и в лодочках хотела в кроссовках муж запраковал сказал он покоряло это была мелкая моросячка мокрый этот пол пол плитка а я еду в порту еду в порту за очками надеюсь что их не забрали как это было марка скейчерс скейчерс так документы я не взяла что-то документами идти там если скидка там еще дают пять процентов скидку если ты канарский резидент так сейчас посмотрю в сумочками есть документы наверное нет иногда полезно вернуться домой мы ужал еще денег сейчас поеду магазин на лагуне посмотрю там у нас есть еще скидка по карточке и киевской и смотрите как я сделала вафт черно когда морковку видите что дело содрала фокусируйте содрала себе кожу на пальце пошел дождь не возвращаться я еще думала годзончик но я его не взяла все прячусь тогда под этот под крышу обманщики зря бегала магазин под дождем сейчас немножко разошлись тучи я приехала душу что сделать бегала в магазин который с очками написано что суббота работает но у меня было 90 процентов что не работа что здесь магазин на лагуне до часа я работаю в субботу по себе на ней работают больше со магазинов но два-три работает я побежала поцеловала дверь промокла иду на остановку еду в рыло-крус какие мои дела многие мне написали что понравилась белая кофточка если честно я очень сомневалась ее брать думаю ну за 10 это бесплатно за бесплатно пускай будет в моем гардеробе а не надо немножко подхудеть потому что он так расходится на грузях я думаю в ряду времени я подхудею и она будет идеально мне смотреться ну что планируйте стоя я вашим любимым порта повод попросить а супер спасибо кому не жалко даже кому-то если жалко я думаю 2 евро а то лучше 5 перечислить любимому блогеру за такую экскурсию по порту грех грех не перечислить перечисляйте радуйте любимого логера чтоб он почаще выезжал и делился с вами красотами тенерифе что был у меня стимул куда-то ехать сейчас ехала в автобусе и думаю вот у меня висотый проезд я собиралась объездить весь остров по деревням и весям но мы никуда поехала вот максим катаюсь в порту один раз была в канделярии санта-крус я катаюсь регулярно ну и свои любимые поселки бахамар и лапунта сейчас спустимся сюда вниз снимаю вам канарские балконы какая-то оживленная жизнь в порту суббота люди сенера выпивают отдыхают короче движуха одним словом и дует очень сильный ветер кстати видите за меня лавочка гей лавочка радуга выезжала с лагуны шел дождь и такая радуга была огромная морские балкончики на все небо огромная была радуга здесь не видно ее так вот здесь дует ветер сильный ветер я с микрофоном надеюсь не слышно софия такой микрофон 40 евро отдала что мне теперь мусорку его выкидывать за новым не пойду уже придется снимать на этот мне не нравится что он фонит он хорошо как бы записывать звук но почему-то такой тут даже нет никаких настроек не понимаю но лучше чем с ветром я думаю пишите в комментариях как вам качество моего микрофона нравится или нет как я уже говорил что вторая половина января может быть холодной так и есть ведь я в кофте и в куртке и мне не жарко я может быть на 5 градусов было теплее но ненамного все равно очень прохладно сейчас уже купаться точно не будешь ну под загорать можно еще немножко под загореть туристы же потихонечку заполняют рестораны ресторан довольно-таки дорогой и люди сидят по 20 евро блюдо начинается закуски от пяти шести евро блюдо ну суббота суббота люди гуляют кстати посмотрела по статистике что многими кто смотрит спорта дала круш если вы меня смотрите пишите встретимся познакомимся нет раз нету подружки форта вот приезжаю одна гуляю так бы встречалась бы на кофе с вами так что пишите не стесняйтесь надо обязательно познакомиться на улицах очень многолюдно ехал на автобусе 102 битком 50 минут ехали ужас парень стал такой это руки поднял с подмышек на меня это повалил запашок чуть не задохнулась а я таким ароматом подмышек потом было и он это поменялся поменялся местом и не пришлось не больше дышать этим всем да конечно гигиена у некоторых парней страдает шли русские услышали что я это сказал слова запашок и начали смеяться я иду за очками на трассе там где меньше людей что можно было снимать а то все это шарахаются пытаться заглянуть в камеру надеюсь что мои эти очки будут в наличии и Субтитры сделал DimaTorzok